Командировка длиной в 10 дней. Бригада врачей Центральной районной поликлиники сегодня вылетела в Харивер. Здесь в рамках медико-социального проекта «Красный чум» специалисты медотряда обследуют свыше 700 местных жителей, в том числе 9 оленеводческих бригад. Завтра воздушный борд доставит в Харивер флюороотряд. Напомню, финансирование проекта «Красный чум» осуществляется в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между администрацией НАУ и компанией «Лукоил». «Лукоил Коми» на реализацию проекта в период с 2008 по 2017 год выделила 14,5 миллионов рублей и свыше 2,5 миллионов рублей в этом году. Большая часть средств направлена на приобретение медикаментов и перевязочных средств, а также расходных материалов. Обо всем по порядку в нашем следующем сюжете. В то время, пока большая часть нарядмарцев еще спит, медицинский отряд районной поликлиники ожидает регистрации на рейс. На часах еще нет семи, а они уже в полной боевой готовности обследовать и назначать лечение. Десять дней без выходных. Это будет комплексное обследование. Основная задача у нас именно просмотреть коренное население. Это кочующие, оленеводы. Планируется осмотреть 9 бригад. Ну и попутно осмотреть население Харивера. То есть любой желающий может прийти и получить консультацию и обследование у наших специалистов. По словам Ивана Пантелеева, в составе мобильной бригады 10 специалистов, в том числе педиатр, стоматолог и врач ультразвуковой диагностики. Проект «Красный чум» позволяет врачам своевременно выявить заболевания на ранних стадиях. Также, помимо оказания медицинской помощи кочевому населению в отдаленных регионах Заполярья, осуществляется обеспечение оленеводческих бригад необходимыми медикаментами и обучение чумработниц методом оказания первой медицинской помощи. Мы с собой скомплектовали аптечки на 9 бригад с подробным описанием каждого препарата. Бригадирам раздадим, чумработницам объясним, какой препарат при каком заболевании принимать. В этом году проекту «Красный чум» исполнилось 89 лет. Он является продолжением «Красных чумов», созданных в конце 20-х годов 20-го столетия, которые в 1975-м прекратили свое существование. Несколько этапов было реализации данного проекта. Изначально, если вообще вспоминать историю, это еще 30-е годы, когда выезжали с Тойбища к оленеводам. Возродили мы его в 2002 году при поддержке Ассоциации Нинецкого народа и СВИ. Это был первый этап возрождения. Дальше у нас уже с 2008 года он принял такой долгосрочный, уже ежегодный характер. Долгосрочный социальный медицинский проект «Красный чум» является одним из титульных социальных проектов «Лукоилкоми» в области взаимодействия с администрацией региона, центральной районной поликлиникой и коренными малочисленными народами Севера. Общий объем финансирования совместного проекта со стороны «Лукоилла» вперед с 2008 по 2017 годы составил 14,5 миллионов рублей. За это время медицинское обследование прошли порядка 6 тысяч человек. В этом году на реализацию проекта «Лукоилкоми» выделил порядка 2 миллионов 700 тысяч рублей. Большая часть средств направлена на приобретение медикаментов и перевязочных средств и расходных материалов.